МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К концу недели новой столицей коронавируса становится Нью-Йорк. Ситуация усложняется с каждым часом. Темпы роста количества заболевших напоминают цунами. Сценарий остаётся прежним. Переполненные больницы не хватает врачей, оборудования и средств личной защиты. Вместо них в одной из клиник используют мусорные пакеты. В центре Манхэттена, прямо на улице, организовали временный морг на том же самом месте, где и после теракта 11 сентября. Инженер-конструктор из Перми Олег Кивокурцев успел экстренно покинуть Нью-Йорк за несколько дней до того, как ситуация стала критичной. До этого я находился более двух месяцев в Нью-Йорке. И когда я увидел, что начали активно закрываться рестораны, когда офис, в котором я работал, совсем опустел, когда люди перестали приходить на встречи, я решил на пару дней временно переехать в Нью-Йорк, в наш сервисный центр и в здешнюю округу. Но это решение оказалось абсолютно правильным, потому что с того дня, как я переехал, в Нью-Йорке начали заболевать каждый день более трех тысяч людей. Американцы начали максимально много потреблять и все абсолютно скупать. Даже вещи, которые им не нужны, они все скупают. И в некоторых магазинах я видел пустые полки, не просто где туалетная бумага и товары первой необходимости, а, например, где закончились чипсы. Или, например, видел полки, где закончились носки и футболки. Отойдя от первого шока, Олег понял, что терять время нельзя. Вместе с коллегами он закрылся в офисе в Пенсильвании и приступил к новым разработкам своего проекта «Промобот». Мы разработали индивидуальный кейс применения для робота, который позволяет считывать температуру людей в местах повышения посетителей и оперативно информировать соответствующие службы о том, что в таком-то здании находится больной коронавирусом. И мы сейчас активно ее начинаем внедрять и в России, и в том числе здесь уже активно ведем переговоры. И наша разработка позволит заменить тех бедных людей, которые вынуждены каждый день уходить на работу и мерить температуру посетителей на входе. Олег надеется закончить тестовые испытания нового робота и запустить его в работу в ближайшее время. И тем самым минимизировать риски новых заражений, а значит и помочь побороть пандемию. Несколько месяцев назад мы уже представили первый экспресс-тест на базе нашего робота, который позволял информировать население о симптомах коронавируса. И этот, конечно же, продукт имел свой определенный успех, но он не выявлял ни симптомы, ни другие признаки коронавируса. Он просто информировал. Но сейчас мы, конечно же, уже переходим в более серьезный этап. Мы надеялись, что этого не придется сделать, но мир таков, что сейчас нужно срочно подстраиваться по текущей реалии. Продолжение следует... Продолжение следует...